Привет, ребят! Сегодня на обзоре у меня сабвуфер от компании Dynamic State. Это CSV204, то есть это восьмерочка. Из того, что я вижу в заявках, это у него 205 мм размер, сопротивление 4 Ом, 300 Вт минималка, 500 Вт RMS и 1000 Вт максимальная мощность, чувствительность 84 дБ, ну частотка от 37 Гц до 2 кГц заявленная, то есть теоретически можно даже использовать как мидбас. Диаметр звуковой катушки 2 дюйма или 50,8 мм, резонанс на 37, полная добротность 0,39 и эквивалентный объем 8,5 литров. Вес динамика 3,5 кг. В комплекте идет инструкция на всю серию этих сабвуферов, тут все параметры, все четко, как обычно в Dynamic State. Также гарантийный талончик и наклеечка фирменная. Также 8 саморезов под шестигранник стальных. Смотрите какой малышок. Ну да, как мидбас использовать не получится, потому что он тяжелый и большой. Однокатушечный сабвуфер, клеммы под 8 гейдж, вот они, хорошая, отличная площадка. Штампованная стальная корзина с овальцованными краями, очень аккуратная. И она покрыта вот этим вот приятным материалом антирезонансным. Хороший подвес, мягкий. 8 крепежных отверстий, стандартная резинка, давайте ее, наверное, снимем, посмотрим, что там под ней. Приклеено, все хорошо, клейк кое-где выступает. Нормально все. Здесь бумажный колпак, довольно-таки прочный, надпись Dynamic State Technologies. Подвес пришит к диффузору двойной строчкой, все хорошо приклеено, никаких потеков нет. Ну, подводяшки, единственное, что не плоские, а такие, как проволока, то есть как тросик выглядят, прошиты в шайбу. Вот здесь дополнительные вентиляционные отверстия, видно катушку, цвет катушки, все как положено, все видно. Клея везде в достатке. Здесь вот такой вот у нас магнит. Одинарный, одно кольцо феррита. Так, резинка, видите, на свежую одевалась, приклеилась. Излишки клея полезли. Вот, два фланца, миллиметров где-то по 8, может быть, примерно по 8 толщиной. И большой такой магнит, 30-ка, наверное, толщиной. Ну, размером примерно 160, наверное, может быть. Вот, и вот верхний фланец еще с дополнительными отверстиями. Шесть отверстий здесь и одно по центру. Центральное не закрыто ничем. То есть аккуратно устанавливайте, чтобы туда ничего не попало. Блин, ну прикольный малыш, симпатичный. Неплохо так собран. Осталось его послушать. Я вот уже даже знаю, где я его буду слушать. В принципе. Да, ребята? Я думаю, вы тоже уже знаете, где я его буду слушать. Потому что у меня есть один коробок уже готовый под восьмерку. Правда, он делался под другой динамик. Но я надеюсь, что это туда тоже поместится по установке. Если по установочному месту не поместится, значит, будем делать колечко. Так, и в дальнейшем еще что-то придумаю. Ну, а вы пишите. Пишите, что будем с ним делать. Будем обязательно слушать. Сабвуфер интересный. Хорошие параметры у него, как на мой взгляд. Вот, сборочка отличная. Здесь, смотрите, все на граверах. Гайка, которая держит основную площадку, залита краской. То есть, чтобы не открутилось. Вот. Ну и здесь вот все болты с гроверами. По-моему, даже с двойными гроверами. Такая прям надежная, скажем так, сборка. Вот, отлично. Ну и вот наклеечка, видите. ЦСВ-204. Все, ребята, на днях сделаю видосик, как он играет. Обязательно. По-моему, шикарный малыш. Как вам? Нравится? Мне нравится. Все, на этом пока все. Это первый обзор. Прослушка будет на днях, ребят. Пишите обязательно, что вы об этом малыше думаете. Ну и ставьте свои оценки обязательно. Увидимся.